я всех приветствую с вами снова я алексей не прошло и недели как я записываю новые видео видосы нам итак давайте вспомним на чем же мы остановились в последней серии на в последней серии нашего героя семена девчонки позвали на пляж именно лиса и ульяна что ж так шагаем дальше с нашими героями по истории ульяны в бесконечном лете основной версии вперед я попрелся к домику вожатой чтобы взять полотенце и заодно попытаться из чего-нибудь соорудить плавки вот так в комнате меня ждала ольга дмитриевна семён а шурики ничего не слышно ровно столько же сколько и полчаса назад я подошел к своей кровати взял полотенце куда ты собираешься да на пляж подожди у тебя есть парке а то ты же вроде и без вещей приехал странно что этот факт не удивил ее при первой встрече нет а в чем пойдешь действительно в чем не знаю сейчас подожди она подошла к шкафу открыла ключом запертый ящик через мгновение уважатые в руках были обычные мужские плавки черного цвета и откуда они у нее взялись а главное зачем хотя может кто-то из прошлой смены забыл мало ли учитывая все странности этого лагеря найти мужские плавки в комнате ольги дмитриевны это еще не самое удивительное спасибо плавки были как раз моего размера как вы помните алиса пробивала семена около столовой надеть цветастые семейники на пляж я переоделся за домиком и пошел на пляж там уже собралось много пионеров но и знакомых только алиса и ульяна и не к нам я подошел и сел рядом с ними на песок смотрю ты нашел получше она уставилась на мои плавки и хитно улыбнулась как видишь пойдем плавать не хочется что может попозже я не был большим любителем купаться ну как знаешь девочки убежали к воде зачем мне общество пришел почему не ищу ответы в разгадке но волнует ли это меня сейчас совенок казался нормальным конечно за эти три с половиной дня со мною произошло много всяких странных событий но ни одной из них сама по себе взятая отдельно не казалось чем-то через счет фантастичны тем более я совершенно не приблизился к разгадке напротив то что случалось только больше запутывала ситуацию для какие у меня альтернативы от местных обитателей правда не добиться если они вообще не знаю попытаться уйти отсюда на далеко ли я дойду пешком при том что даже не знаю где точно нахожусь получается что мне остается только ждать через некоторое время девочки вернулись ульяна что-то держала в руках смотри я поднял глаза и увидел рака обычного речного рака ульянка легла рядом и принялась его мучить оставь бедное животное в покое что это же рак и что что рак он тоже имеет право на жизнь а вот сейчас я ему лишь не поотрываю а потом попрошу повариху его сварить на ужин как будто больше есть ничего я посмотрел на них похоже ульянки на забавы бедным членистоногим видел совсем не интересовали хоть ты и скажи ну что такого он же рак как ему и надо кажется эти девочки прогуливали уроки природы виденья в начальных классах и бережное отношение к окружающей среде им было чуждом отдай я выхватил раку ульянки но ради бога мне немного удивило что она не стала сопротивляться я посмотрел в глаза бедному животному они совершенно ничего не выражали но думаю если бы он умел разговаривать то обязательно возмутился бы возможно даже сослался бы на конвенцию оон о правах человека правда не уверен что это бы помогло и отнес рака к реке и отпустил на волю ничего еще наловлю так много сказал ульян кто бы сомневался пробормотал я себе под нос время шло и незаметно меня разморила я задремал не помню что мне снилось если снилось вообще но проснулся я от того что кто-то тряс меня за плечо надо мной стояла ольга дмитриевна тоже поклавать пришли просил я спросил нет уже обед скоро мы шурика все еще не можем найти сказала выжатая стоящая передо мной в мокром купальнике и хочу чтобы ты поискал его а что кроме меня в лагере больше пионеров нет я искренне возмутился каждым разом становилось все понятнее что он дмитриевна держит меня за посыльного функциями раба или наоборот раз я пришла к тебе значит хочу чтобы ты мне помог почему же именно ко мне однако подумав я решил согласиться конце концов плечи и вся спина сильно обгорели на солнце во время сна поиски шурика возможно позволят получше познакомиться с теми местами лагеря где бывать мне еще не доводилось ладно плавках идти не комильфо поэтому сначала надо было переодеться и вот спустя десять минут я стоял на пороге домик ольги дмитриевны и думал куда пойти куда же мы пойдем так ну давайте подумаем значит стоянка там у нас не куда лодочная станция там наверняка лена будет остаться в домике славе будут найдет зону тюрьмы дмитриевна потащить его искать вашу река пойдемте в лес просто пойдемте в лес конечно было понятно что ульга дмитриевна с пионерами уже смотрела весь лагерь можно сказать про чесала вдоль и поперек поэтому искать шурика например столовую или на пляже было глупо тем более в кружке кибернетики было во второй дом а может даже и первый поэтому стоило смотреть окрестный лес естественно далеко заходить в мои планы не входило иначе пришлось бы искать и меня вообще я в своей жизни не так уж часто бывал на природе разве что в детстве юношки ездил на дачу каждое лето которая к тому же была рядом с городом а в этом лагере в этом мире можно найти все чего и я так давно не видел кромешная зелень пение птиц и свежий воздух я вышел на лесную полянку и сел на пенек как же здесь спокойно куда только этот шуток запропастился хотя с другой стороны он мог исчезнуть и не по своей воле сам этот лагерь далек от нормальности так что ничего удивительного что здесь пропадают пионеры интересно только всему виной та сила которая забросила меня сюда или вмешалась какая-то местечковая чертовщина погруженный в свои мысли я не заметил как трава передо мной начала шевелиться я присмотрелся внимательнее увидел белку она осторожно подобралась камни и устаивалась на мои руки наверное привыкла что и здесь кормят проси животное у меня ничего с собой нет конечно белка не могла меня понять и продолжала просто сидеть ожидая угощения мне стало даже несколько обидно что в кармане не завалялась даже крошки хлеба я поймал себя нам на мысли что стыжусь смотрите в глаза и пошел дальше после нескольких минут плутание я вышел к умывальником получается что и в лесу его нет по крайней мере в ближайших окрестностях а идти дальше попросту страшно я подошел к умывальником снял рубашку решил немного ополоснуться так как довольно сильно вспотел однако это оказалось не так просто в раковину залезть явно не получится а тут нет даже ковшика вдруг сзади послышали шаги я обернулся по дорожке в мою сторону шел электроник шурика искал на а ты я слушай же его лучше знаешь куда мог пойти не имею ни малейшего понятия расстроен ответил он да уж просто я не очень понимаю зачем разводить такую панику ночью же он был с тобой в домике то есть его нет совсем недолго может погулять пошел и просто не знаешь шурика сказал электроник взволнованно он фанатик своего дела робототехника и кибернетика это его жизнь таких людей один на миллион нет миллиард его талант не знает границ я восхищающим это стальной человек нет даже побед победитовый вот и минуту он был похож на гитлера читающего речь перед многотысячной толпой ты же стекуляция соответствовала ладно и что с того как раз что ты не понимаешь нет он все понимаешь все свободное время проводит в нашем клубе то есть вот так пропасть для него странно конечно электроник кажется немного успокоился ладно он пристально посмотрел на меня мы-то собираешься да не то чтобы просто ополоснуться а то жарко я вот тоже он огляделся жаль ни ведра ни ковшика нет нечего облиться это я уже заметил тогда сделаем так он обошел мувальники и потянул один из кранов моему удивлению его носик поднялся и удалилась уже не в раковину а почти под прямым углом можно было вполне помыться электроник же тем временем снял рубашку а затем присел кажется спустил шорты точнее сказать не мог так как он по пояс был скрыт за умывальниками он направил струю на себя и начал напевать тебе под нос киста чисто моем трубочистом я стоял в полнейшем шоке не знаю что и думать похоже он это заметил сейчас помоюсь и тебе место уступлю у меня аж передернуло да не знаешь я вспомнил что у меня дела не пора при всех странностях электроника таких наклонностей я за ним не замечал и чего такой жаркий день помыться под холодной водой самое лучшее удовольствие мне так не пойдет и вообще мне пора уже я быстро надел рубашку и убежал обратно в лес интересно что это на него нашло давайте наладочную станцию посмотрим что там может шурику захотелось пособирать камни у воды в крайнем случае я найду там его хладный труп впрочем до такого дойти не должно я проходил площади по площади я проходил по площади как вдруг меня кто-то окликнул подожди алиса подошла и улыбнулась я сразу почуял подвох куда поддержишь шурика ищу ольга дмитриевна попросила и как интересно она пристально посмотрела мне в глаза из-за чего я смутился от взял взгляд так чё там правильно прочел то да интересно да не то чтобы очень на человек все-таки пропал ну ты же не будешь подать панику из-за такой мелочи ты о чем прошло всего несколько часов может загулял конечно я бы согласен конечно я был согласен с ней но виды не понял наверно но всякое может быть я тебе помогу чем это я насторожился шулька искать я и сам бы да брось ты она опять как-то недобро улыбнулась нет улыбка ее была вполне милой но мне почему-то упорно казалось что ничего хорошего за ней не скрывается если ты настаиваешь пока что я не мог понять что она замышляет а виска причин для отказа не находилась только сначала мне надо домой забежать кое-что а все я вспомнил что тут было хорошо я подожду да что ты стоять будешь пойдем со мной ладно мы подошли к домику алисы он бы походил на все остальные домики пионеров если бы не веселый роджер на двери кстати моя соседка ленка мы зашли внутри царю полнейший беспорядок и мне сразу вспомнилась моя старая квартира впрочем почему старая вообще совсем по-другому себе представлял девчачьи комнаты белоснежные простыни на кроватях стены пол и потолок сверкают нигде не пленки но если учесть что здесь живут две самые образцовые пионерки образцовые в кавычках конечно же некоторое время мы просто стояли молча и что ты хотела взять а кажется я вывел алиса из раздумий да на самом деле это не здесь подожди я быстро она улыбнулась и убежала что-то она какая-то рассеянная сегодня я принялся разглядывать комнату нельзя сказать что создавалось впечатление того что здесь недавно случился погром но беспорядок был порядочный беспорядок порядочный получается я еще не самый ленивый и неаккуратный человек в мире раз уж всего за одну смену в лагере можно развести такой бардак убранство в моей квартире все же создавалось годами я не думал ни о чем конкретно а просто осматривал данных алиса плакаты советских артистов какие-то книжки на полках всякая бытовая мелочевка и тут я понял что все не так ближайшее время должно что-то случиться что-то плохое почему алиса меня оставила здесь одного ответ на этот вопрос таю себе разгадку однако шестое чувство подсказывало мне что здесь оставаться опасно я подошел к двери дернул за ручку заперта вот так номер как она успела закрыть меня так что я даже не услышал неизвестно что она затевает но пора отсюда выбираться я подошел к окну с трудом открыл его и вылез теперь можно спокойно идти по своим делам или я выбрал второй вариант и принялся ждать не просто же так она меня здесь заперла хотелось выяснить это и к тому же мне было просто интересно посмотреть на выражение лица алисы когда она увидит что меня нет я спрятался за пустами рядом с домиком и принялся ждать через некоторое время послышали шаги и домика подошли алиса и ольга дмитриевна сейчас и сами увидите она открыла дверь и вошла но буквально спустя пару секунд выскочила обратно знаете я это на лице алисы было такое выражение как будто она выиграла на соревнованиях по ловле ежей пришла всем хвастаться медалью но в последний момент узнала что это совсем не олимпийский вид спорта он испарился получается скептически спросила ольга дмитриевна как хорошо что я закрыл окно после того как вылез да нет тут понимаете я все понимаю два ческая что ты что соседка твоя постоянно одно и то же одно и то же сколько можно уже за ведь правда что правда что у тебя один рассказ лучше другого про семена в твоем домике про приставание что ты придумываешь постоянно вообще ужас алиса казалась действительно расстроена и что еще удивительнее не пыталась огрызаться с одной стороны меня такая ситуация забавляла но с другой двочевской все же было немного жаль хотя сама заслужила наконец вожата закончила отчитывать ее и ушла алиса была вне себя от злости она сжала кулаки и вся тряслась а ее лицо так покраснело что казалось она сейчас лопнет я сидел в кустах и тихо посмеивался однако мне все же было интересно что же она замышляла и наплевав на страх быть поколоченным я вышел из своего укрытия и что же ты хотела показать вожатой меня алиса обернулась и не так и недоуменно уставилась мою сторону впрочем через секунду недоумение сменилось даванием ты а что я она немного смягчилась потому что ты слабак почему же потому что побоялся со мной когда поспорить когда это граф карт играли серьезная причина может быть мне стоит перед тобой извиниться нехидно спросил я да иди ты наклопнув дверью зашла в домик понятно томстить семену хотела алиска ах алиска я совсем не обижался на рис в конце концов от нее вполне можно было ожидать чего-нибудь подобного тем более все обошлось в общем то без последствий и даже более того удача была на моей стороне и расселенный смущенный вид поставил мне массу удовольствия доставил массу удовольствия посмеиваясь я удалялся от домика алисы который чуть не стал для меня смертельной ловушкой на обед я шел со смешанными чувствами выполненного долга и бесцельности последних нескольких часов столовая была битком остаться незамеченным не получилось меня окликнул ольга дмитриевна семеночек нам за четырехместным столом сидели вожатая славя и электроник я кивнул головой отправился за обедом в этот раз мне пришлось несколько минут постоять в очереди сегодня меню мало чем отличалась от меню прерывшие дней по крайней мере по внешнему виду блюд когда я сел за стол и пожелал всем приятного аппетита ольга дмитриевна сказала ну что вы думаете о чем шурике уже обеда и вовсе нет я подметил пушкинскую рифму но не стал акцентировать на этом внимание мы обыскали весь лагерь и обошел весь окрестный лес дмитриевна посмотрела на меня я помогал надо звонить милицию может хотя бы до вечера подождем лениво заметил я домой он поехал например может быть шурик живет отсюда в тысячи километров так на поезде на ближайшем с конце она замолчала далеко а вот это было уже интереснее как только разговор заходят о том как выбраться из совенка все местные обитатели сразу же пытаются сменить тему далеко это сколько это много сжатая посмотрела на меня так что по ее виду можно было понять дальнейшие расспросы неуместным значит надо идти глубже в лес может он заблудился у шариков всегда собой компас вмешался в разговор электроника интересно что еще можно найти в его чудо жилетки если она у него вообще есть мне бы компас вряд ли помог заплутая в лесу милицию милицию вечером хотя бы не хотя бы не немедленно ну до вечера и замолчали еще далеко до вечера я в этом смысле если он правда пропал то нельзя медлить мы не можем пока это знать ну а где он тогда где он словах вожатой было долей истины довольно странно вот так прятаться целый день да и зачем ему это все-таки шурик показался мне вполне серьезным пионером такое поведение больше прошло бы ульянки значит действительно были основания полагать что он пропал в любом случае мы сделали все от нас зависящее теперь остается только ждать славя электроника ольга дмитриевна грудь на посмотрели на меня ничего не сказали закончив обедать я отнес поднос на стол с грязной посудой и вышел из столовой еще даже не вторая половина дня чем бы заняться лагерь словно отходил к послеобеденному сну только генда пристально смотрел на меня из под очков конечно взгляд его был направлен на что-то другое но мне казалось что он следит именно за мной наверняка он знает куда пропал шурик только вот рассказать не сможет я задумался над исчезновением руководителя кибернетического кружка может быть она тоже как-то связано с моей ситуацией пионер передо мной стояла медсестра а вот что же от семена хочет медсестра мы узнаем в следующей серии подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить следующую серию комментируйте как вам вообще нравится как я читаю ставьте лайки пальчики вверх оценивайте мои видео мне будет очень приятно кстати я вам всегда очень благодарен за то что вы оцениваете мои видео лайкайте их и комментируйте оставляйте комментарии да если вы только подписались на меня не забудьте на колокольчик нажать рядом с подпиской и выбрать в нем пункте уведомления чтобы получать все уведомления от моего канала ну вот собственно все что я хотел напомнить вам на этом я заканчиваю продолжим в следующей серии всем пока